2 августа для жителей региона стал днем особенным и дело вовсе не в десантниках. Ненецкий округ отметил праздник в честь главного кормильца тундры – северного оленя. Впрочем, сами оленеводы это грандиозное событие как только не называют и местным Новым годом и даже заполярным многоборьем. Смысл прост – жители тундры собираются вместе, чтобы встретиться с роднёй, обменяться последними новостями и выявить сильнейшего в различных соревнованиях. Гуляния прошли во всех общинах нашего региона и в каждом праздник чествовали по-особому. Например, мы увидели, какое значение имеет олень для представителей Канинской тундры. 350 километров от Наринмара община Канин – уникальнейшие места и уникальнейшая сама по себе община. Она существует ровно 12 месяцев в году. Оленеводы говорят, что здесь живут целыми семьями. Встретить в тундре подобное очень сложно. Это моя мама. Это мамин брат. Это его дети. Это мой племянник. Это ещё мой племянник. Это мой брат. В чуме Анны Ордеевой сегодня многолюдно и шумно. В гости приехали родственники и соседних бригад. Повод, что не наесть самый подходящий. На календаре общий праздник тундровиков – День оленя. На печи кастрюли, сковородки. В них готовятся традиционные блюда. Например, вот жаркое по-домашнему. В составе только мясо, вода и специи. Удержаться от такого, говорит хозяйка, сложно даже вегетарианцам. Кстати, старейший праздник она сравнивает исключительно с Новым годом. Пережили мы этот год уже. Дня День оленя, вода дожили. Всё, нормально. Дальше пойдёт уже осень. С этой стороны начинается уже темнота. Всё. С этой стороны пошло уже в осеннюю сторону. В палатке по соседству хлопот ничуть не меньше, чем работница Анна и, кстати, тоже Ордеева. Словно на автоматизме. Готовит, моет и убирает. Одни гости уйдут, затем придут следующие. До их появления нужно успеть многое. Женщина признаётся, за последние четыре дня спала всего несколько часов. Вот такой он праздник, шутит хозяйка. А потом вдруг признаётся в любви к своим оленям и кочевому образу жизни. Говорит, никакая квартира с удобствами не заменит духа свободы, которую можно ощутить только в бескрайней тундре. Олени как бы наши ведь это... Наши всё. Наша пища. Наша одежда. Ну, наш транспорт, наш продукт. Мы раз его едим, значит, наш продукт. И ещё. Ну, это всё у нас. Олень для нас всё. На Крайнем Севере официально отмечать профессиональный праздник День Оленя начали на заре советской власти. Но на самом деле корни этой традиции уходят вглубь веков. Община Канин после небольшого перерыва в этом году праздник отмечает громко и со всей ненецкой душой. Несколько лет хозяйство находилось на уровне банкротства. Осенью-то забойки-то проводили так себе. Сдали мало мяса. И вот половину, наверное, сдали то, что сдаём обычно. Община сдавала. И поэтому как бы с финансовым положением было трудно очень. Просили помощи администрации. Помогали, помогли они нам. Губернатор региона Игорь Кошин, который присутствовал на празднике, выслушал проблемы оленеводов. Обитатели общины больше всего волнуют финансовый вопрос. Слишком маленькие и нерегулярные зарплаты. Я прекрасно понимаю, что у нас есть Запад, у нас есть Восток. Я прекрасно понимаю, что на Востоке у нас есть ещё дополнительная помощь от метропользователей, на Западе этой помощи нет. Поэтому на Западе помощь будет оказывать ненецкий автономный округ. Самый легкий. Хорошо? Килан Аполликович, у нас с вами контакт есть. Есть. Все вопросы, которые вы мне ставите, мы все благополучно постепенно решаем. Впрочем, политическая беседа быстро перерастает в национальные гуляния. Ведь в тундре как-никак праздник. И начинать его без этой знаменитой песни – настоящий грех. Если ты полюбишь север, не разлюбишь никогда. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. Пока одни выступают возле чума, другие готовятся, как говорят сами оленеводы, к маленьким олимпийским играм со своей северной спецификой. Спортсмены без устали прыгают через нарты, бегают быстрее ветра и метко бросают тынзей. Так они называют лассо, которым отлавливают оленей в огромном стаде. Есть в этом что-то ковбойское. Это только с виду кажется, что все это сделать очень просто, и здесь нет ничего сложного. Но чего стоят одни прыжки через нарты? Человек без подготовки и десяти раз так не сделает. Проверено лично. На самом деле прыжки через нарты – это довольно-таки сложные. Само по себе там необходимо, иногда напрыгивают более ста раз. А в самом деле необходима определенная техника, определенные навыки. В стороне не остались даже самые маленькие покорители тундры. Детишки между собой тоже устроили соревнования. Например, кто первый заорканит условного оленя. Ведь в будущем этим ребятам предстоит научиться многому. Поэтому родители к отчевому образу жизни готовят их с раннего возраста. Например, бывает такое. Кто-то еще только ходить научился, а уже умело управляет упряжкой. Вот это сюда повыше, да? А это правильно. Во время кидания отпустить его нужно будет. Да. Давайте. Хупа! О, не долетело. Оленевод из меня точно никакой. Ездить на оленях. Ловить. Ловить оленей. Ловить. А на рыбалку ходишь, на охоту? На охоту хожу. Ну получается ли? Да. Во всем мире на оленях ездят только зимой. А оленеводы с такой же скоростью круглый год даже по голой земле. А еще они говорят, что на рогатых животных можно ехать быстрее спортивной машины. Может, это их художественное привлечение, но после путешествия в тундру оно кажется не таким уж и большим. А как нужно командовать? Командовать? Да. Где же командовать? Вот тебе руль. А, руль? Вот это руль. Оленей для этих людей сегодня, как и тысячу лет назад, единственная основа жизни. Фрукты, овощи и прочие блага цивилизации в эти места, конечно же, периодически завозят. Но, как говорят местные, пока у них есть олени, у них есть все. И больше ничего не надо. Олег Котанзейский, Леонид Шишелов, телеканал Север, полуостров Канин.